Добрый день, дорогие друзья! С Алиэкспресс мне пришли очередные гаджеты для кухни, которые мне очень понравились, которыми я хочу поделиться. И с вами, возможно, вам тоже что-то понравится, и вы захотите приобрести, как всегда, все ссылочки на все товары, которые я вам показываю, будут указаны под видео. А также хочу напомнить, что если какая-то ссылка не работает, пишите мне в комментариях, и я оставлю новую ссылку, потому что бывает так, что часто заканчивается этот товар у определенного продавца, я найду там этот товар у другого продавца и ставлю на другую ссылку. Поэтому пишите мне в комментариях, чтобы я знала, где какая ссылка не работает. Ну а теперь приступаем к обзору наших кухонных гаджетов. Хочу начать с краников. Я уже показывала вам, что я заказывала такие вот носики, я заказала еще, заказала уже ванну везде, посмотрите, которые меняют цвет. Они очень хорошо работают, уже давно я ими пользуюсь. И все отлично показывает. Они все ими светятся. Очень хорошие носики. Я уже вам показывала в одном из видео, но я заказала еще и решила вам показать. Дальше хочу показать вот такое приспособление для станков. Очень удобное. Сюда вот вставляете. И очень удобно здесь хранить в станке. Потом я сейчас заказала для зубных щеточек вот такое вот приспособление. Тоже очень хорошо. Достаете щеточку, засовываете ее обратно. Это очень удобно и не занимает места. И также здесь хочу показать для зубной пасты. Вот такое приспособление. Оно там вставляется сюда. И потом вы нажимаете зубной щеточкой, засовываете зубную щеточку. И у вас там выходит зубная паста. И все. И можете чистить зубы. Вот такое вот приспособление. Тоже где не занимает места ни на такой полке. Все на стенке, все удобно. Ничего не надо откручивать. Засунулась щетку и у вас вылила зубная паста. Вот такая вот божья коровка. Где вы тоже складываете сюда что хотите. Станки или еще что-нибудь. Что вам надо. Дальше я заказала вот такую вот краску. Дозаказала. У меня уже заканчивалась красная краска такого цвета. Я заказала красную краску. И белую краску. Вот такую. Потом еще заказала такой порошок. Золотой и серебряный. Чтобы покрывать красиво. Например, вот я делаю из велюра пирожное велюрем. И велюр посыпаю как бы таким серебряным, золотым порошком. Возможно, это кандурин. Я просто не знаю. На Алиэкспресс там не написано, что это кандурин. Но я кандурин никогда так не видела вживую. У нас он не продается в магазинах. Но я видела на видео на ютубе, как пользоваться кандурином. Это или кандурин, или что-то похоже на кандурин. Вот такой золотой и серебряный порошок. Потом еще вот такую интересную штучку заказала. Посмотрите, крышечку. Она очень удобна. Когда вы, например, открываете банку пива, и у вас... Вы выпили немножко, и у вас осталось. Вот на банку пива одевается вот эта вот крышечка. Вот так вот. И потом вы просто открываете, наливаете сколько вам надо, опять закрываете, и получается у вас вот так вот пиво закрытое. Такая крышечка. Здесь ничего не проливается. Все очень плотно. Мы уже испробовали несколько раз. Постоянно ее пользуемся. Очень удобная крышечка. Это у меня диоксид титана. Это такой белый краситель, который добавляется, когда вы делаете что-то из продуктов, что-то красить. Это пищевой краситель. И как бы у нас тоже в магазинах нигде его нет. Мне пришлось заказать его с Алиэкспресс. Шел он в другой упаковке. Я просто сюда пересыпала. Возможно, кому-то тоже надо. Может, у кого-то тоже в магазинах нет. Вот на Алиэкспресс он продается. Это диоксид титана. Потом заказала вот такой стаканчик. Посмотрите. Он этот вместе с вилочкой. Ну, если вы на работу берете какой-нибудь салат, салатик, особенно овощной, на перекус что-нибудь, очень удобно в такой стаканчик накладывать. Потом такие вот три щепочки. Вы когда берете какой-нибудь пакетик, и вам надо его закрыть потом, просто зажимаете пакетик и закрываете его. Это тоже очень удобно. Вот такая крышечка. Крышечка. У меня уже были другие крышечки, но я заказала вот с такой вот верхом таким красивым. Эти крышки мне не очень нравятся. Вот закрывайте что-нибудь в стаканчике, и все, видите, как хорошо присасывается. Вот такая вот крышечка. Очень удобно, очень хорошо. Вот такая силиконовая лопатка. Почему я ее взяла? Когда я покупала, я даже не знала, что она двухсторонняя. Оказывается, еще здесь вот можно ею пользоваться. И самой лопаткой, да? Здесь как ложечка идет силиконовая, здесь лопатка. Почему я ее взяла? Потому что вот такие вот силиконовые лопатки со временем здесь отклеиваются, и оно потом вытаскивается. И когда она потом переворачивается, она бывает выскакивает, и приходится ее заклеивать. И поэтому я решила заказать вот такую вот, где ничего не заклеивается, все сплошное, здесь уже точно ничего не вылетит, и можно смело, спокойно пользоваться, и очень удобно. И просто она еще двухсторонняя. Хотя, когда я ее брала, я не знала, что она двухсторонняя. Заказала такую точилку для ножей. Ну как, точит? Ну вроде точит, вроде неплохо точит. Я не знаю, как точит дорогие точилки, я не пробовала, да? Ну это как бы недорогая, но точит вроде бы ничего. Не скажу, что там как-то очень супер точит, но точит. Она недорогая, своих денег она стоит. Ну и еще заказала, для того, чтобы заниматься озвучкой, вот такие вот петличку заказала. Такой вот микрофончик. Они стоят копейки. Я думала, работают они, не работают. Насколько они хорошо работают, не знала. Вы знаете, работает и петличка, и такой микрофончик. Все отлично работает. Все очень хорошо записывает. Поэтому, если кому-то надо, можете смело брать. Все хорошо работает. Заказала такие вот щипцы для барбекю. Они так вот складываются. Когда здесь нажимаете, они раскрываются. Тоже очень удобные. Очень удобно им пользоваться. Щипчики хорошие. Еще заказала вот такую вот подставочку декоративную. Очень красивая. Она подходит под мою кухню. Это для кексов. Ну, в принципе, не только для кексов. Я, например, сюда складываю какие-нибудь вот фрукты. Там овощи складываю сюда. И это у меня вот стоит так вот на кухне. И очень даже неплохо смотрится. Все, что надо, я складываю сюда. Ну, а тогда буду печь кексы. Конечно, кексы. Она очень хорошо подходит. Как вы видите, у меня тут на кухне все черное такое. И очень подходит под мою кухню. Подставка она очень хорошая. Приходит она в разборном виде. А потом вы ее сами собираете. Вот такая вот очень красивая декоративная подставочка. Она довольно-таки большая. И очень-очень уместительная. Ну, еще вот такую вот решеточку. Такую мелкую заказала. У меня есть решетка трехэтажная. Вот там покрупнее ячейки. Если вы печете какое-то мелкое печенье, там может провалиться. А это как раз вот для маленьких печенюшек очень хорошо на эту решетку складывать, чтобы они остывали. Вот такая вот хорошая решеточка. Вот такая маленькая терочка. Она и трет, и режет, и еще вот тут натирает. И можно нарезать вот картофель, например, или огурчики фигурно. Она очень дешевая. Ну, и она стоит своих денег дешевых. Ничего особенно в ней. Ну, под рукой такая вещь может пригодиться иногда. Вот такой круглый силиконовый коврик заказала. Очень хорошо на нем будет печь круглые коржи. Поэтому коврику раскатали. Сразу поставили прямо с ковриком в духовку и печете круглые коржи. Можете сделать любого диаметра здесь указано. Посмотрите, до 30 сантиметров можно. Я думаю, что это очень удобно будет. Попугай орет, невозможно снимать видео. И очень такие интересные, посмотрите. Такая подставочка, такие вот для баночек. Вы сюда вставляете пивные баночки. И потом вы ставите в холодильник. Вот так вот. И у вас занимает мало места. Очень удобно. Сейчас будет немножко отсвечивать. Но я заказала вот такую занавеску на окно. Я уже ее повесила. Посмотрите, она очень красивая смотрится. Они из разных размеров и разных цветов. Можете выбрать любую. Качество у нее хорошее. Мне понравилось качество занавески. Вот такая вот, посмотрите. Плохо видно, потому что напротив окна снимаю. Но по-другому никак не снять. С такими ленточками. Вы можете любую высоту делать, регулировать. Вот так вот смотрится. И так же на Алиэкспресс брала таких вот. Купила два штатива. Один вот такой вот. Здесь он прикручивается к столу. Это сюда я вставляю. Это для планшетника. Сюда вставляю я планшетник. Он так прикручивается сюда к столу. Здесь все поворачивается. Вверх-вниз можно регулировать. И вот я снимаю как бы видео. И второй у меня вот такой штатив. Этот подороже. Но этот намного круче. Здесь можно регулировать любое положение. Вот сегодняшнее видео я снимала вот с этого штатива. Здесь все откручивается вот в этих местах. Так регулируйте как вам надо. И закручивайте обратно. Все стабильно. Чем хорош этот штатив? Тем, что он не пружинит. Как бы он такой устойчивый. А этот штатив, он такой немножечко пружинит. Потому что он здесь на проволоке. Вы регулируете как хотите. Поворачиваете его. С помощью проволоки регулируете получается этот штатив. А этот штатив вы регулируете с помощью вот этих вот креплений. Отпускайте крепление. Сделайте как вам надо. И потом закручивайте обратно все. И он более устойчивый. Но он более дорогой этот штатив. Тот подешевле. Ну вот такой товар ко мне пришел с Алиэкспресс. Я очень надеюсь, что для вас это видео было полезным. И возможно вам тоже что-то понравилось. И вы захотите для себя приобрести. Ну а на этом я заканчиваю. Те, кто не подписает на мой канал, подписывайся. Потому что еще будут выходить новые ролики. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Я прямо прощаюсь. И видимся с вами в следующем выпуске. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok